Да, слава Богу, вечерняя молитва в нашей Киевской архиепископии Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя, Аллилуйя Слава Богу Добрый вечер, братья и сестры Слава Богу Аллилуйя Вечерняя молитва Аллилуйя 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 Да, слава Тебе, Господь Спасибо Тебе, Господь Спасибо Тебе за все, Боже всемогущий Благословен Ты, Господь, Бог наш Благословен Господь, Аллилуйя Слава Тебе, слава Тебе и хвала, Боже Благословен ты, благословен. Благодарю, благодарю за все тебя, благодарю, Иисус. Благодарю, благодарю за все тебя, благодарю. Аллилуйя! Благодарю, благодарю за все тебя, благодарю, Иисус. Аллилуйя! Слава тебе, слава тебе, Господь, Бог Святой. Благодарю тебя, Господь, за милость и любовь твою, Боже. Боже, за этот добрый вечер благодарю тебя, Боже. Благодарю за все, за все. Слава тебе, слава, слава и хвала. Слава и хвала, слава, слава, слава Агнцу Божьему. Аллилуйя! За кровь твою святую, которой искуплен я, которой искуплен весь мир от греха. Аллилуйя! Ты искупил мир от греха, ты дал ему любовь и свет, зажег потухшие сердца и дал надежду. Мы пред тобою предстоим, и каждый дорог для тебя. За все, Отец, благодарим и превозносим. Слава тебе и величие, слава в веках и народах. Сила твоя безгранична, милость твоя во все роды. Аллилуйя! Аллилуйя! Ты искупил мир от греха, ты дал ему любовь и свет, зажег потухшие сердца и дал надежду. Мы пред тобою предстоим, и каждый дорог для тебя. За все, Отец, благодарим и превозносим. Аллилуйя! 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 Слава тебе и величие, слава в веках и народах. Сила твоя безгранична, милость твоя во все роды. Слава тебе и величие, слава в веках и народах. Сила твоя безгранична, милость твоя во все роды. Аллилуйя! Аллилуйя! Ты искупил мир от греха, ты дал ему любовь и свет, зажег потухшие сердца и дал надежду. Мы пред тобою предстоим, и каждый дорог для тебя. За все, Отец, благодарим и превозносим. Слава тебе и величие, слава в веках и народах. Слава тебе и величие, слава в веках и народах. Сила твоя безгранична, сила твоя безгранична, милость твоя во все роды. Аллилуйя! 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 Слава тебе, Господь! Слава, слава и хвала, Боже Всебогущий! Слава! Ты искупил мир от греха, действительно, Боже. Ты дал нам, Господь, всему миру покой и свет, Господь. Господь, слава тебе! Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Примиритесь с Богом. Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Слава! Добрый вечер, братья и сестры, добрый и святой вечер. Благодарю Бога за эту возможность сегодня выходить в эфир. Всех, кто подключается, кто подключился, приветствую именем Господнем во имя Иисуса Христа. Сегодня я смог там, в парке Киота, тоже выходить в эфир. Извиняюсь, что без предупреждения, без анонса. Так вот, на ходу все приняло решение. Экспромтом. Вот, смотрю, телефон заработал, ну, как бы, ну, и интернет есть. Ну, и как бы я вот решил, как раз, как раз мне позвонили, мне позвонили в семинаре по интернету, как раз, по WhatsApp. Значит, о, все работает. Значит, и вот я сделал трансляцию. Вот, слава Богу, что... Да, поэтому спасибо Богу за все, конечно, спасибо Богу за все. Вот, и о чем молился сегодня в парке, вот, сегодняшним вечером хочу продолжить вместе с вами, друзья. Вот, молиться за единство церкви, действительно, за единство тела Иисуса Христа. Спасибо, Боже, за все. Спасибо, Господи, за все. Молиться за сегодня вечером собираюсь и молюсь сейчас о преодолении всякого рода сектанства, вот, о том, чтобы изжить сектанство в себе, выжить из себя, удалить из себя, убрать из себя сектанство. Чтобы преодолеть это сектантское мышление, да, значит, освободиться от сектантского мышления, вот, когда я свидетельствовал тоже вчера, ну, и сегодня, сегодня в парке свидетельствовал об этом, как раз, вот, в этом, в эфире, что до 96-го года я был традиционалистом, таким православным священником, традиционным, каноничной такой, обычной, традиционной, православной русской церкви Московского Преобхата. Вот, и тогда я, сейчас я это понимаю, тогда я и не понимал этого совершенно, но я был действительно в плену сектанства, такого мышления сектанского. И вот, слава Богу, в 96-м году вышел из этого сектанства, преодолел это сектантское мышление в себе, вот, и что помогло, вот это осознание того, что Дух дышит где хочет, что Бог, он не является, знаете ли, заложником нашей религиозной системы, нет, нашей конфессии, нашей динаминации. Ведь я был действительно по-настоящему сектантом, как я вот, ну, тогда я, конечно, не считался сектантом, но теперь я вот постарше стал, и я понимаю, что тогда вот молодым священником я был действительно священником-сектантом. Почему? Потому что я мыслил, что только лишь у нас, как бы, Господь Бог, только лишь у нас спасение, у нас благодать, я, как бы, только лишь православная церковь содержит всю полноту благодати и истинное учение, вероучение и практики, все. То есть, как бы, ну, я был типичным сектантом. Как и тысячи моих коллег по сей день, к сожалению, живут в сектантском мышлении, как и миллионы обманутых многовековой религиозной ложной пропагандой православных, я вот жил в такой, да, в таком мракобесии. Мракобесии, вот действительно мракобесии. Вот, к сожалению, да, вот, и я сегодня даже в этом, в парке, когда был, в эфир выходил, то я, кто смотрел, если те видели, да, кто не смотрел, посмотрите, просто там многие вещи, они были так вот прям от сердца так высказаны просто, вот, наболевшие, что называется. Вот, и я говорил, что, и сейчас хочу вспомнить этим вечером, что то, как я жил тогда, то, чему учил, о чем проповедовал, эти проповеди свои, да, мне стыдно до сих пор вспоминать. Я действительно считал, что только лишь в православии возможно спасение, только лишь у нас Дух Святой, только лишь у нас, ни у католиков, ни у протестантов, тем более, я, значит, кроме нас православных, никто, вот, ну, не знаю, в моем понимании, сформировавшимся семинарским вот этим вот, знаете ли, мракобесием. Я, значит, действительно верил в это, даже странно сейчас представить, но я действительно верил в это, я искренне в это верил, я считал, что, значит, ни баптисты, там, ни кто-то другой, там, из протестантов, там, неопротестантов, не может даже надеяться на вообще спасение какое-то, вот. Вот, если мы православные, я жене даже как-то сказал, там, на эту тему, еще в 91-м году молодым священникам в Рязани мы как раз беседовали на эту тему, и я сказал супруге, что, говорю, если мы православные едва спасаемся, то где же они вообще, там, протестанты и прочие, там, католики, там, кто-то еще объявится. То есть, вот такое было у меня мышление, вот, и, ну да, молодой был, горячий, вот, и сектант, к сожалению. Хотя сектантами считал всех остальных, кроме, вот, нас православных. Вот, и моя жизнь религиозная в то время была, да, ну, я по монастырям, там, по святым местам, иконы лобозал, мощам поклонялся, вот, ну, я, я жил просто этим, я жил этим, верил в это, что это от Бога, все, якобы, там, и прочее. То есть, я действительно полагал, что это Божье, это справедливо, это правильно, вот, и слава Богу, что, как говорят, слава Богу за Бога. А если бы не Бог, то, как говорится, не дай Бог. И вот, и слава Богу, что Он пришел, вернулся в мою жизнь в 96-м году через Слово Свое, через Библию, через Слово Свое. И как написано, интересно, да, вот, Иоанна 8, 32. «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Да, вот это место из Писания потрясающее, мне так оно очень нравится. Вот, познание истины, оно освобождает. Или, как Янгус перефразировал в свое время, еще в 15-м веке, значит, что, как он говорил, «Истина ничего другого и не делает, только лишь освобождает», как бы, как-то так он говорил. Да, у него перефразивание интересное такое было. Вот, и действительно, истина, она только это и делает в жизни человека, только освобождает. Да, не истина, да, она, значит, поражает, закабаляет, а истина освобождает. Светлана, я с вами, Чебоксары. О, шапашкар калачать. Да, слава Богу, Светлана, очень рад. Родной город мой, где я родился. Ну, правда, я там и не жил, фактически, но очень приятно, потому что я родился там, и первые годы своей жизни там жил, до первого класса, по крайней мере. А потом уже в Россию переехали, центральную европейскую. Вот, так что, да, Чебоксар, на берегах Волги родился я. Так что, привет Чебоксарам огромный. Вот, даст Бог осенью, поздней осенью, уже даже зимой, скорее, буду у вас как раз, да, в Чебоксарах. У меня там, правда, родственников почти не осталось. Кто-то умирал, но есть, еще немного родственников осталось там вообще-то. Вот, в Казани у меня родня тоже там, в Казани, да, моя татарская семья как раз в Казани, там, и по Поволжью ждем. Светлана, спасибо, огромное спасибо. Под этим видео, Светлана, под этим видео есть контакты, мой вайбер и ватсап, российский номер. Вот, себе сохраните, запишите, хорошо, и вот где-то уже там, в конце октября, вот, напишите мне, пожалуйста, напомните о себе, вот, на ватсап или на вайбер, там, так будет проще, да. Вот, и российские мои там контакты обозначены, там, Теледва, телефон мой и МТС. Ну, сейчас я в Украине, сейчас я в Киеве, я, значит, только лишь проверяю иногда там сообщения, в принципе, а так я им не пользуюсь. Ну, вот, и, значит, и здесь у меня украинские номера, вот, пока я здесь в Киеве, у себя в церкви. Вот, и уже в октябре планирую, даст Бог, проводить семинары в Москве, в Питере, ну, и, конечно же, в Поволжье. В Нижнем Новгороде тоже парк, действительно красивый, слава Богу, Марина и Володя, да, Володя и Марина, да, люблю вас, благоставляю вас во имя Господне, во имя Иисуса Христа, да. Мне очень парк Киеве очень нравится, я, не знаю, вот, очень благодарен Богу за то, что вот так вот оказался здесь, вот, и не первый раз, конечно, я уже не первый год, вот, приезжаю сюда, на эту квартиру, вот здесь вот, значит, и с этим парком, и осенью знаком я, и зимой, вот, и летом, вот, и, слава Богу, уже и весной познакомился, потому что весной этой я застал как раз цветение сакуры, представляете, вообще, ну, это такая благодать, невероятная благодать, слава Богу. Наслаждался цветением сакуры, вот, благодарил Бога за все, ходил здесь, фотографировал, масса фотографий осталась у меня с весны, слава Богу. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, святой, великий Бог наш, Аллилуйя. Спасибо тебе, спасибо, 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 Аллилуйя. Ты искупил мир от греха, ты дал ему любовь и свет, зажег потухшие сердца и дал надежду. Мы пред тобою предстоим, и каждый дорог для тебя, за все, Отец, благодарим и превозносим. Слава тебе и величие, слава в веках и народах, сила твоя безгранична, милость твоя во все роды. Аллилуйя, слава, 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 слава и хвала, Аллилуйя. Иоанна 8, 32, снова и снова я к этому местописанию обращаюсь сегодня. И познайте истину, и истина сделает вас свободными. Аминь, аминь. Наум пишет, да, слава вышних Богу, да, аминь, аминь. И на земле мир, среди людей благоволение, восхваляем тебя, благоставляем тебя, поклоняемся тебе, словословим тебя, благодарим тебя ради великой славы твоей. Аминь, аминь, аминь. Вот это словословие мне так очень нравится. На вечернее служение, вообще, все ночное, да, оно православное очень красивое. Да и вообще богослужение православное очень красивое. И литургия, жемчужина просто христианского, значит, такого богослужения, да. Вот, и, конечно, да, обросло все это, как вот корабль там обрастает ракушками, да, и уже с трудом передвигается. Но надо его ставить на чистку. Корабль очищают от этих наслоений таких, которые мешают ему двигаться. И скорость снижается, и все снижается, значит, там проблемы, да, у корабля. Он его почистит, и он, как новенький, снова на воду. И вот, действительно, церковь обрастала, обрастает порой такими вещами, которые совершенно нам не нужны. Они лишь тормозят, и вообще, как бы, и только лишь вредят делу Божьему. Вот, но, слава Богу, что есть такая чистка там у нас, чистка корабля Божьего, да, реформация. Ре-формация. Аллилуйя. То бишь, восстановление, покаяние, исправление, возрождение. Аллилуйя. Вот, и реформация, конечно, это такое слово глобальное. Арсений, шалом, эрефтов, эрефтов, аллилуйя. Мир тоже вам, и благодать, и слава Господу. Вот, благоставляю всех вас, возлюбленные, и молюсь о личной реформации, знаете, потому что, как вот говорил один из первопроходцев православного обновленческого движения, архиепископ Антонин Грановский, еще в 20-е годы, да, 100 лет назад еще, он говорил, что прежде самого себя реформировать надо. Прежде самого себя, говорит, реформировать надо. У нас, кстати, этот год, 19-й год текущий, да, по гражданскому календарю, он обозначен в календаре, как год столетия православного обновленческого союза, движения друзей церковной реформации, так называемым. Союз такой был такой, да, в 1919 году он оформился, но, ну, как бы и раньше существовал еще, но в 1919 году они уже официально о себе заявили, уже открыто заявили в Колпино, в Петрограде тогдашнем, вот, значит, и, да, союз, друзья церковной реформации, так назывался. Вот, я в Питере как раз летом был на эту тему, говорил как раз, вот, и тоже и записывал видео на эту тему, как раз столетие, вот, друзья церковной реформации, 100 лет. Вот, вот, еще, даст Бог, осенью в Питере как раз на эту тему буду пронажать, говорить тоже, вот, и в Колпино, и в Петрограде, в самом Питере, вот, слава Богу. Вот, и, а уж дальше, в 1920 году, там, значит, тоже будем Грановского как раз вспоминать, Антонина Грановского, да, вот он говорил, прежде самого себя реформировать надо. Одно из его таких интересных изречений, обычных таких, ну, его характерных изречений, прежде самого себя реформировать надо. Вот, и как раз его выступление в этом монастыре в Москве, в Заиконоспасском монастыре, вспомнил, в Заиконоспасском монастыре в Москве, как раз в 1920 году, вот, его выступление, что реформация начинается с меня, вот, как раз его знаменитое такое изречение было. Правда, шуму наделало это изречение, потому что реформация обычно ассоциировалась всегда раньше, ну, как бы, только лишь, вот, с протестантизмом, как бы, значит, с Западной Европой, вот, но ни с православием, ни с Россией, никак, значит, и, конечно, это было удивление. Но в 1923 уже году, когда он был председателем, в Москве же был председателем собора, уже назначен, соборно проголосовали, его назначили председателем собора московского, который проходил в московском храме Христа Спасителя, вот, и где как раз и родилось уже де-юре, уже официально правоставно-обновленческое такое, реформаторское такое наше движение, вот, очень символично рождение произошло, ну, де-юре официально 9 мая, был назван как раз, это был последний день, с 29 апреля по 9 мая продолжался собор, и 9 мая символично как раз было завершение вот этого собора, и было объявлено, уже провозглашено, что это день победы православной реформации. Так интересно, это 1923 год, до 1945 еще было очень-очень далеко, и, но уже прозвучало день победы, поэтому я говорю, что 9 мая мы празднуем тоже день победы свой, день победы православной реформации, православного обновленчества, 1923 года, скоро будет уже столетие, друзья, слушайте, уже столетие будет великой победы. Так что спасибо деду за победу. Можно Антонина Грановского так напечатать, будет майку такую, спасибо деду за победу. Да, хороший был дед, вот, но правда в 1927 году он уже ушел в вечность, вот, он, ну, он был уже человек немолодой, но, вот, да, ушел в вечность в 1927 году. Но очень много после себя ставил, и смелые другие эксперименты, самые смелые в истории России, в истории Российской империи бывшей, вот, и Советского Союза, наверное, ну, более смелого такого экспериментатора не было. Ведь он первым, значит, иконостас убрал вообще, как ненужную перегородку вообще в храме. Иконостас полностью демонтировали, этот, как раз за иконоспасского монастыря этого, вот, это огромный был иконостас, там, тонны золота, серебра, камней драгоценных, все это было передано, значит, как раз на закупку, там, продовольствия для голодающих. Ну, правда, сегодня мы уже знаем, что коммунисты обманывали, что якобы на закупку продовольствия, на самом деле, все ушло к ним, конечно, в карманы, к сожалению. Продовольствие присылали, конечно, американцы, но это было бесплатно, это была американская гуманитарная помощь, вот, значит, и сегодня уже мы это знаем, уже все тайное становится явным, рано или поздно. Ну, Бог видел сердце этого святителя Божьего, да, вот, Господнего служителя Антонина Грановского, вот, и тем более, что и москвичи, и вообще, вот, очень много людей тогда сильно зауважало, как раз, и Грановского, значит, и церковь православную, потому что увидели, что есть не только такие, которые там за потир, там, удавят, знаете ли, а есть те, кто действительно сами отдают все последнее, лишь бы люди, вот, имели хлебушек и дохлиба, как говорится, и хлеб, и дохлиба. Вот, и, значит, и вот даже есть старая советская хроника 20-х годов, как раз с Антонином Грановским, еще не мой кино, но все равно приятно, что хотя бы как-то кинематограф, кинематограф тогда запечатлел этого героя Веры, вот, так что, вот, повторяя слова Антонина Грановского, я вот сегодня вечером и говорю, прежде самого себя реформировать надо, и его слово еще второе, что реформация начинается с меня, да, это вот очень мощно, очень сильно, вот, и Грановский, Антонин, он мог, конечно, говорить о своей личной реформации, еще до революции, да, у него произошла такая вот трансформация, такая и реформация стала происходить, вот, и каждый человек, каждый верующий может о себе как раз свидетельствовать, как происходила реформация в его жизни, деформация и реформация, вот, процессы деформации, Деформации и процессы реформации. И слава Богу, что я могу тоже свидетельствовать сегодня не только о своей деформации. К сожалению, с 1991 по 1996 годы, будучи священником Русской Православной Церкви, традиционной, я вот, как сейчас я понимаю, я пережил период такой деформации. К сожалению, очень серьезная деформация религиозная, заблуждение. Но, по милости Господне, с 1996 года начался мой процесс реформации, восстановления, возрождения. Аллилуйя, спасибо тебе Господь, спасибо. И познайте истину, и истинность делает вас свободными. Слава Богу всемогущему. Добрый вечер, Лидия, да, слава Богу, аллилуйя. Да, благословляю всех вас, друзья, братья и сестры, сегодняшним вечером. Вот, и молюсь. Кстати, семинарии звонили мне сегодня, вот, днем, и сообщили, что занятия мои немного переносятся. Значит, будет другое расписание, поэтому я опубликую попозже. И киевляне приглашаю, и кто в Киеве будет, вот, в середине сентября, приглашаю на свои открытые занятия, публичные занятия в семинарии здесь, в Киевской. Вот, ну, а кто не сможет быть, я надеюсь, получится технически сделать у меня, вот, трансляцию тоже. Посмотрим. Я думаю, что получится. Вот, и, потому что пока вот все, слава Богу, работает. Да. Спасибо Господу за все. Благословляю всех вас, друзья мои, братья и сестры. Сегодня причащаюсь, сегодня у меня здесь вот плод виноградной лозы, у меня есть виноградный сок, у меня есть, и у меня есть лаваш. Сегодня не свою лепешку испеченную, пережок ей подгорел, но, как бы, опыта у меня мало такого хлеба пекарского. Вот, купил такой лаваш, называется Персидский, Аллилуйя. Арсений пишет, да, Антонин Грановский, да, поистине великий реформат, и, когда в семинаре о нем говорили, как об отрицательном персонаже, меня он, напротив, вдохновлял. Помню, как зачитывался о нем. Да, но о нем мало, к сожалению, очень информации, да, и его публикации не переиздавались с 20-х годов, к сожалению. Но я верю, что Господь позволит еще переиздавать его работы тоже. Вот, и вообще удивительный был человек, конечно. Вот, и литургия, вот, иконостас был демонтирован, престол был поставлен посреди храма, там, в Зайконоспасском монастыре, в центре Москвы, возле Красной площади, возле Спасской башни, там, значит, да, значит, там недалеко, Гум-Цум, где сейчас находится, вот там все это и располагалось, да, в Зайконоспасском монастыре. И москвичи, приходя в храм, да, обычные православные люди приходили в храм, и я представляю, какая реформация творилась в их разуме, это был шок просто. Потому что люди сразу попадали в алтарь, сразу попадали в алтарь, потому что престол стоял посреди, иконостаса нет. Все, как священники Божьи, мужчины и женщины, да, рабочие, колхозники, священники, все подходили к престолу и принимали причастие вместе, как одно братство, удивительно. Лидия пишет, да, легкие сцебились, аллилуйя, идет восстановление, слава Богу за ваши молитвы, за вас, за нас, аминь, аллилуйя, слава тебе, Господь, спасибо за исцеление и за восстановление, аллилуйя, аминь. И принимаем причастие сегодня, я вот взял такой лаваш, персидский называется, вот, я спросил, почему персидский у продавщицы, она говорит, а он потому что он такой, формы, круглый. А, думаю, стоп, так это же, это как в этом, ну, на песах маца берется лист, три листа мацы, вот, вот такой лаваш, представляете, интересно. Да, вот такой же пресный берется, значит, да, значит, и маца, вот такая круглая, не, ну, иногда и такую покупную, обычную берем, значит, такую дешевую, ну, как бы, сравнительно дешевую, вот, такую обычную мацу квадратиками такими, выпеченную. Ну, вот, берем вот такую обычную мацу для, вот, хлебопреломления, вот, для сендера пасхального. Вот, и самое главное, самое основное, конечно, причастие, это не качество хлеба, да, или качество, там, значит, соку виноградного, да, плод виноградной лозы, вот, а самое главное, это качество веры нашей, качество нашего рассуждения о теле и крови Господа Иисуса Христа. Спасибо тебе, Господь, спасибо, благодарю тебя, благодарю тебя, милость тебе, Государь, благодарю тебя, Бог богов, Господь господствующих, благодарю тебя за жизнь, хлеб из земли ты дал нам, спасибо, Господь, благословен ты Бог наш. Оля пишет, да, пожалуйста, молитесь, очень сильные головные боли, часто на изменения в погоде, вот так вот, во имя Иисуса Христа, пусть эти изменения в погоде не влияют на наше состояние, во имя Иисуса Христа, благослови Олю, благослови Господь исцеление ее, от этих головных болей освобождения, во имя Иисуса, аминь, аминь. И вот, когда принимаю причастие, кстати, вот, сестра и все братья, сестры, принимаю причастие, я тоже рассуждаю не только о том, что Бог совершил прощение, да, на кресте, не только телом Иисуса Христа, да, и кровью Арганца Божьего, не только грехи мои прощены, но и я спасен, я исцелен еще. И ранами его действительно произошло исцеление, ранами Иисуса Христа, поэтому взираем на Голгофа, взираем на Иисуса Христа, взираем на начальника веры, совершителя веры, Господа нашего, Иисуса Христа. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Господь, спасибо. Благословен ты, Царь наш, благословен Господь, благодарю тебя за хлеб земной, данный тобой из земли, Господь Божий, произращённый тобой из земли, Господь. А наипаче благодарю тебя за хлеб наш небесный, пришедший от тебя свыше за Иисуса Христа, праведника, благодарю тебя, Господь, благодарю тебя за лозу земную, а наипаче за лозу небесную, благодарю тебя, о великий виноградарь, Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Благослови нас сейчас, наш добрый Отец, благослови, Господь, и это хлебопреломление, причастие Евхаристию, благослови сегодня, Боже. Спасибо, 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 спасибо тебе, Господь, спасибо. Иисус, спасибо, аллилуйя, Отец, спасибо, святой спасибо, спасибо, спасибо. Благодарю, что свободу мне дал, что за меня жизнь свою Ты отдал, о, спасибо. Спасибо, Господь, спасибо, Иисус, спасибо, спасибо, спасибо. Благодарю тебя, Господь, за милость, благодарю тебя за спасение, аллилуйя, слава тебе, Господь. И Александр, тоже Никитин, пишет, молите, чтобы так же погода не влияла на боли позвоночники, верю в исцеление души и тела, но многими скорбями вы должны войти в Царство Небесное. Вот, ладно, вот, скорби, ведущие в Царство Небесное, это совершенно не те, не те скорби, не болезни имеется в виду, конечно же. Но, брат Александр, просто знайте, что Христос взял на себя вот эти скорби, немощи, болезни, взял на себя. То есть, человеку не надо нести то, что уже было взято, то, что уже было понесено уже. Поэтому, просто примите это исцеление, вот, и не старайтесь нести сами, просто доверьтесь Господу, доверьте Иисусу Христу, доверьтесь Ему. Спасибо тебе, Господь, спасибо, 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 благодарю тебя, Господь. Тело Иисуса Христа, кровь Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. 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 Благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя за причащение святых христовых тайн, тела крови Твоих, Божия. Благодарю Тебя, Господь, за любовь Твою, благодать Твою, Господь. Слава Тебе. Благодарю. Благодарю за все. Благодарю за моих братьев и сестер, сегодня вместе молящихся. Благодарю, Господь, за всех прославляющих Тебя, Боже, по всему лицу земли. Аллилуйя. Слава Тебе и хвала, Господь. Благословен Ты, Царь всей вселенной. Аллилуйя. Благослови народ своим миром. Благослови. Благословляю вас, братья и сестры, словами благословения священнического. Да благословит Тебя, Господь, и сохранит Тебя. Да призрит на Тебя, Господь, светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. Благословляю всех вас. Вот, причастников, причастниц, всех поздравляю с причащением святых христовых тайн. Тело и крови Христа. Причащаемся, размышляем, рассуждаем о теле и крови Иисуса, о жертве Голговской. И в этих размышлениях, да, мы вот завершаем этот день и начинаем новый день. Спасибо Тебе, Господь. Был вечер и, даст Бог, завтра утром продолжим. В шесть утра подключайтесь к утренней молитве. Пусть Господь благословит всех вас, братья и сестры. Ты искупил мир от греха.